Самодостаточная и влюбленная Лилия Емельянова не против вернуться обратно на проект. Всем привет, друзья! Не забудьте подписаться на канал и досмотреть мой ролик до конца. Пока еще не вышли эфиры с уходом с проекта Дом 2 Виталия Соколова, за которым поляну покинула и Лилия Емельянова. Брюнетка в своем прямом эфире призналась, что она не против вернуться обратно на проект. Почему одних участников возвращают по несколько раз, а другим не дают второго шанса, удивляется Лилия. Тем более, что самый частый вопрос, который задают Емельяновой, касается темы горячительных напитков и увлечения ими домовцами. Как мужского, так и женского пола. С чего вы взяли, что мы там спиваемся? Спрашивает Лилия. С эфира взяли, пишут ей пользователи социальных сетей. Приходится признаваться, что виноградные напитки все-таки выдают администраторы телестройки. Иначе жарких эфиров не будет. Зато испорченная репутация останется. Хоть об этом и не предупреждала Емельянова Надежда Ермакова, когда приглашала Лилия на проект. Стало модным у тех участников, кто покинул проект, рассказывать о причинах ухода в прямых эфирах. То Артем Мартинчик признается, что не вернется. То Саймон Марданшин. Теперь Лилия Емельянова и Виталий Соколов не теряют надежды опять попасть под камеры. Маша Давидова поняла, что любит Гобозова, когда его потеряла. В паре с Сашей и Машей очередные недопонимания. С тех пор, как Александр слетал в Лермонтов, где оформил прописку родителей. Не проходит и дня, чтобы ребята не поругались. Их ссоры стали частым явлением на проекте. Но через неделю, 30 июля, зрители увидят финал этих отношений. Из блога бывших участников Дома-2, живущих на съемной квартире квартетом, стало известно, что Саша опять сбежал с поляны и возвращаться не желает. А Давидова поняла, что любит Гобозова, когда его потеряла. Маша обратилась к Саше через социальные сети и попросила у него прощения за ужасное лобное место, на котором она устроила разборки. Ей стыдно, она сожалеет о случившемся и уже начала скучать по Александру. Что делать, если Давидова начинает испытывать чувства Гобозову, когда он находится от нее далеко? Чем дальше Александр, тем крепче чувства к нему. Возможно, есть какое-то объяснение этому феномену. Когда Гобозов в периметре Давидова не дает к себе прикасаться, отказывается от отношений, устраивает ему скандалы, чтобы держать мужчину в постоянном напряжении. Стоит ему вернуться по ее просьбе, она пилит его с двойной силой. Возможно, она специально соблюдает дистанцию, чтобы у Саши не было желания устраивать надоевшие ей романтические свидания и дарить разную ерунду вместо денег. По мнению Марии, Гобозов все делает для себя, чтобы его показывали в эфирах, а не потому, что он умеет красиво ухаживать. Иначе бы он думал о том, что ей будет приятно и спрашивал, прежде чем радовать своими сюрпризами. Кристина Бухенбалты заранее просит простить ее за грязь в эфирах Дома-2. Ровно неделю назад Евгений Ромашов объявил об окончательном расставании с Кристиной. За это время выяснилось, что Крис получила травму. Кроме того, Ромашов и Бухенбалты, как утверждают в своих прямых эфирах, жители Поляны уже помирились и вместе радуются очередной рекламной картинке с изображением их пары. Предварительно показав диагноз сотрясения мозга, теперь Кристина Бухенбалты заранее просит простить ее за грязь в эфирах, начиная с 28 июля. Девушка признается, что ей очень стыдно за свое поведение и боится даже открывать комментарии на своей странице в Инстаграм. Трудно пережить очередную порцию позора Кристине Бухенбалты. Или она таким образом пытается привлечь к экранам телевизоров тех, кто просто подписан на нее в социальных сетях. Кстати, по поводу травмы Бухенбалты, девушка очень себя плохо чувствует после конной прогулки, на которой она упала. Прогулка была по красивым местам и компанию Бухенбалты составила Ромашов. Жаль только, что плохо закончилось. Девушка два дня жаловалась на головные боли и не обращалась к врачам. В итоге вчера Кристина приехала в клинику на полное обследование, где после результатов ей сразу же вызвали скорую. У Бухенбалты сотрясение мозга и другие ушибы. Но участница Дома-2 успокоила своих фанатов. Врачи сказали, что жить она будет. Ольги Рапунцель опять неприятности заказчиками рекламы. Не успели в сети обсудить намерение Ольги Рапунцель ввести свой кулинарный блог, как появились новости об очередной травле бренда Дома-2 в сети. Уже давно антифанаты выбрали способ, с помощью которого доставляют неприятности не самой Ольге Эдуардовне, а заказчикам рекламы в ее микроблоге. Кроме того, где-то нашли номер телефона Ольги и продолжают ее донимать звонками и сообщениями. С одной стороны, рекламодатели сами должны следить за тем, кому они доверяют представлять свой товар, но количество подписчиков и число обсуждений для них явно предпочтительнее, чем нападки хейтеров в сети. С другой стороны, черный пиар – это тоже реклама, не потому ли используется благосферия, где скандалы и конфликты существуют как главный метод привлечения внимания к персонам, товарам и услугам. Пока же Ольга Рапунцель стойко развивает свой аккаунт в сети Instagram и не устает подбрасывать темы для антифанатов, что гарантирует ей медийность и популярность, как в случае с намерением продать выигранную на телепроекте Дом-2 квартиру и на вырученные деньги купить автомобиль. Ксения Бородина опровергла очередную порцию сплетен, которые появились из-за ее развода с Курбаном Амаровым. Ксюша оказалась настолько хитрой, что решила облапошить некогда любимого супруга. Как стало известно, незадолго до того, как подать на развод, Ксения переписала свой загородный особняк на мать Нину Бородину. По сообщениям инсайдера, сейчас недвижимость звезды оценивается 18 миллионов рублей. Сама Бородина не стала отрицать факт подобных махинаций, однако ее до глубины души возмутили слухи непосредственно о цене недвижимости, которые вот уже неделю гуляют по сетей. Фолловеры не сомневаются, Бородиной стала стыдной перед богатыми подругами, ведь ее дом оценили так низко. В сторис Ксении уже поглумилась над теми, кто придумал такую смешную цену. По словам ведущей Дома-2, она прямо сейчас готова купить такую особняк, как у нее, и готова заплатить 18 и даже за 25 миллионов рублей. Правда, вряд ли это возможно. Леша Адеев бросил Брянскую, и она улетает на Украину. Анна Брянская и Алексей Адеев расстались по старой причине, из-за которой они каждый день выясняют отношения. Участники Дома-2 часто ссорятся из-за бывших. Анне не нравится общение Леши с женой Натальей, живущей в Германии. Алексей не устраивает, что бывший супруг помогает финанс своего подруги. Из личного блога Анны стало известно, что Адеев бросил Брянскую, и она улетает на Украину к родственникам. Разлука пойдет на пользу этой паре, либо это окончательная точка, либо они, наконец-то, найдут способ решения проблемы. Брянскую взбесило то, что Адеев после кодировки почувствовал себя плохо. Он не умеет держать слово, эгоист, думает только о себе, ему наплевать на мои чувства. Жалуется Брянская зрителям Дома-2 и своим подписчикам. Она надеется, что после поездки к родственникам на день рождения мамы Валентины жизнь наладится. Иначе зачем Адеев говорил про любовь, семью и искренность, если сам к этому не готов, возмущается девушка. Алена Опенченко осталась одна и интересуется Адеевым. Девушка приходила к нему на проект. Не пожалеет ли Брянская, что оставляет Адеева без присмотра на поляне? Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok